вы ваша компания на рынке известны были в первую очередь как производитель соусов различных соусной продукции почему вы выбрали именно кондитерское направление ну рынок соусов достаточно ограничен по объему денежам мы там занимаем доминирующую позицию уже по многим направлениям и понимаем что следующее увеличение доли рынка или рублевом коваленте привлечет это существенно нужно титаническим сдвигом внутри сегмента это под дорогой и наверное пока бессмысленно инвестировать и продвигаться надо компании расти тем более что логистика сегодня структуре наших затрат составляет большой процент поэтому решили что-то делать такое что можно продавать рублей за 200 за килограмм высокотехнологичные и с хорошими потенциалом роста в рублях кондитер к одним из таких направлений в которых в принципе бесконечная фантазия что можно сделать что-нибудь чаю тарас во вторых очень технологичная история и в третьих цена за килограмм нас устраивает по логистике мы поняли что надо что-то попробовать не с первого подхода где-то года три мы ездили смотрели наблюдали за тем как развивается вообще этот рынок и поняли что в россии много игроков которые много инвестируют и мы выбрали свою нишу где мы берем высокотехнологичные инвестиционные продукты вот если говорить про итоги прошлого года то какие ключевые события в жизни компании вы можете выделить я знаю что в прошлом году планировали несколько линий по кондитерке точно открывать какие-то запуски все ли удалось реализовать были у нас грандиозные планы по увеличению производства мы построили новый цех на 20 тысяч квадратных метров должны были его заполнить оборудованием из шести линии мы уже проплатили привезли в россии три линии и они находятся в запуске к сожалению из пандемии не удалось нам получить вовремя наладчиков часть наладочка так и не приехала пока некоторые страны закрыты но часть оборудования мы уже начинаем запускать поэтому сдвинулись мы где-то на месяцев шесть по графику и к этому сезону не успеваем выдать новинки с этих трех линий надеемся что на следующий год мы всех запустим поэтому какая-то пауза образовалась запуске новинок но мы надеемся что наверстаем на следующий год поэтому не получилось и по обороту поднять потому что не вышли на рынок во время и третье мы приостановили запуск проектирование и монтаж еще трех линий которые должны были вслед за этими пойти то есть мы фактически как говорится взяли академический отпуск на один год без наладчиков запустить линии вообще реально или это какая-то может быть удаленный вариант через видеосвязь или что-то еще и линии которые имеют схожие элементы от прошлых мы дистанционно можем их управлять но эти линии новые совершенные не требуют инжиниринга то есть соединение некоторые компонентов на каждой линии у нас шесть компаний представлены их нужно заединить в одну программную линейку и много программных продуктов механических соединений которые невозможно сделать дистанционно поэтому мы сейчас дожидаемся приезда всех наладчиков и надеемся что где-нибудь декабрю месяца уже начнем выдавать первой партии продуктов в целом как уже сами сказали что вы инновационные вкусы запускаете а вот на что вы ориентируетесь когда вы эти вкусы придумываете когда их опускаете на рынок то есть кто вот эти тренды задает вообще задает кто-то тренды на рынке или вы задаете тренды на рынке ну на самом деле на кондитерке очень долгий процесс проектирования и создания линии это около двух лет от первой идеи до его воплощения поэтому пытаемся угадать что происходит ориентируется на европейские аналоги но в нашем случае мы идем немножко дальше даже на спаски оборудования говорят что мы первые из российских производителей который не приходит с европейской конфетка сделать на то же самое мы приходим с конфеты которая чуть-чуть обыгрывает уже европейские аналоги чтобы она какой-то уникальное товарное предложение было уже заложено в самом начале поэтому мы ориентируемся на те тренды которые идут и пытаемся заглянуть чуть чуть за горизонт а сколько вообще стоит выпустить новинку какая работа предшествует тому чтобы вот эта конфета легла на прилавок но есть определенные тренды которые происходят допустим разделив рынок на сахаричные шоколадные и мучнистые мы помыть смотрим по тенденциям где кто куда идет и очень много интересных продуктов находится на стыках этих продуктов например полые вафли это не просто плоские вафли которые сегодня всю страну завалили нас около 100 линий плоский вафель работает а по полых вафель может быть 45 линии и соответственно эта ниша на пустая и в то же время создает маневр для фантазии и для творчества примерно то же самое можно поговорить о стыке шоколада и мучнистых изделий и здесь просто облить шоколадом печеньку это не продукт нужно зайти чуть глубже и посмотреть в каких сегментах сегодня хорошо развивается ритейл то есть мы идем или фасовку или весовую или на полку красиво упакованных изделий то есть здесь именно изучение рынка ритейла российского похоже на европу не похоже на европу какие сегодня ценовые сегменты людям нужны то есть если мы начинали пять лет назад и думали что орешек внутри конфеты будет востребован когда орехи ушли за полторы тысячи рублей за килограмм мы увидели что сегмент 500 рублей за килограмм людям недоступен мы выбираем сегмент 300 и начинаем искать там сейчас тоже под имеет дает свои корректировки мы считаем что образовалась еще одна тенденция по сокращению цены покупки и здесь тоже есть на чем поработать как видо изменить ассортиментную стратегию затронули также эту тему что влияние пандемии какие вот основные ключевые так проблемы пришлось решать какие вызовы перед вами это время поставила и как на них компания отвечала затем на самом деле первые три месяца надо было просто сидеть ничего не делать то есть ждать конкретных сигналов с рынка потому что любые предположения были неверны это первый раз мы столкнулись такой проблемы когда непрогнозируемый спрос полностью убитая система битуби хорики и ритейл тоже не понимал что будет первоначально сети прогнозировали падение продаж потом увидели что и магнит и пятерочка наоборот увидели спрос на товар первой необходимости на какие-то более простые продукты например соус на группе мы увидели увеличение продаж сокращение хорики но увеличение розничный продаж компенсировало наше изменение объема продаж по кондитерке естественно нам пришлось полностью переигрывать потому что доходы населения падают и все наши ставки на увеличение шоколадных конфет пришлось пересмотреть поэтому мы наверное хорошо что взяли этот тайм-аут не закупили еще три линии и по ним будем еще долго как бы работать взгляда на то каким образом происходит изменение они еще не закончились мы все ожидали что будет в июле закончится пандемия сентябрь ждали с нетерпением теперь очевидно что это восстановление будет более долгое и сделать предположение очень тяжело мы также смотрим на ставку центров банк центрального банка и смотрим на изменение валют потому что мы со мной работаем с импортными оборудованием и импортными ингредиентами поэтому здесь очень осторожно нужно делать инвестиции и ценовой сегмент сегодня такой сдержанно ползучий все понимают что все растет инфляция разгоняется но тоже время понимаем резкий скачков цены рынок не выдержит поэтому мы ожидаем тяжелых тяжелого время для кондитеров не в то же время мы с оптимизм смотрим на экспорт изменение валютных курсов серьезно оживила рынок китая то есть сегодня мы вторую половину лета работали практически на китае а вот и наладчики приехать не могут но с импортом экспортом дела все хорошо правильно понимаю но товарные потоки не закрыты закрыты только товары потоки людей то есть само пассажирское перемещение закрыты поэтому сами наладчики не могут приехать оборудование приходит по расписанию никто не нас не по срокам не не подвинул вы получили все время вот что касается зарубежных рынков китай а что еще что еще кто еще выступает качестве таких ключевых точек ну если говорить о каких-то изменениях вот оживление на рынке ирака ирана произошло вьетнам хорошие этом поставки китай как я уже говорил это 100 кондитерки касается а соусный рынок у нас европа оживилась очень хорошо после изменения курсов и поставки в америку хорошие пошли вот я знаю что кондитеров такой новогодний период достаточно выигрышный в плане именно объема сбыта потому что все закупают новогодние подарки вы как на это смотрите с оптимизмом насколько вы рассчитываете какой примерно традиционно второй полугодие значительно превосходит по оборотам и мы знаем что ноябрьские продажи они пиковые на которых формируется основной спрос кондитерских изделий которые потом снижается и первый квартал и фактически как говорят четвертый квартал год кормит у кондитеров мы тоже готовимся забиваем склады ждем акционных продаж которые федеральный ритейл заказал к сожалению мы не смогли бы сделал большие запасы потому как пандемия тоже серьезно подкосило трудовые ресурсы то есть у нас были остановки цехов все из тем что люди просто на боличные выходили и мы летом не смогли сделать запасы но сейчас мы на наращу мощности для того чтобы хотя бы в режиме онлайн выполнить и заявки которые приходят на подарки заявки по сравнению с прошлым годом нам трудно говорить про лайки потому мы растущая компания у нас стартовые продажи прошлом позапрошлый год будет значительно ниже то есть мы каждый год вводим новые новинки они дают серьезный прирост в обороте мы приросли около 40 процентов и поэтому для нас как бы не показательное будет сравнение пандемии не пандемии мы именно за счет новых ассортиментных позиций отыгрываем пандемические изменения спроса возможно если лайки посмотреть по с традиционным конфетам там есть снижение на помадных конфетах мы видим процентов на 15 снижение в килограммах но в рублях чуть-чуть подорожали они поэтому были ожидания больше но получили мы чуть меньше чем хотели а если коротко обозначить фокус на дальнейшее развитие то в чем фокусы но мы хотим найти свое позиционирование конец к фабрике как инновационных конфет для этого мы изучаем все технологические возможности наших поставщиков и все инновации первую очередь мы рассматриваем для того чтобы вывести на российский рынок что-то новое и вкусное мы ожидаем что когда выставочные бизнес оживет после пандемии и все-таки отложен дюссельдорф отработает мы едем скажем с большим пакетом с большой котлета чтобы закупить оставшиеся три линии именно инновационных тех которые смогут спозиционировать нашу фабрику как лидер в инновациях кондитерской отрасли а что касается соусной продукции по соусной продукции мы работаем на расширение ассортиментных линеек по вкусам они не дают большой объем но мы прощупываем тренды насколько меняются вкусы и предпочтения потребителей это более длительный процесс вывод на рынок более тщательный не может сказать осторожной то есть мы прорабатываем с каждой сеткой какие-то новинки которые прощупывают поведение именно этой сети покупателя им нравится более европе зированные продукты или более восточные продукты объемы продаж небольшие но нам интересно участвовать и работе наперед предугадывать тренды которые будут актуальны через 35 лет а что проще вывести на конфету новую или новый соус нет интереснее конечно конфету ну что там есть куча направлений в которую можешь попасть то есть смешать может сахаричные с мучными шоколадно-сахаристыми то есть пазл можно сложить из много и элементов в соусах все гораздо труднее потому что сама по себе технология соусов это эмульсия масла в воде ничего нового не заберешь и начинаешь отрабатывать какими-то гастрономическими вкусами естественно приучить что-то новенько добавить салат человека трудно убедить а попробовать что-нибудь новенькое к чаю это легко то есть потребитель конфет он экспериментатор потребитель соусов он консервативен по сути своей поэтому делать резкие движения во вкусах соусов гораздо сложнее и мы считаем что трансформация соусного рынка она будет длиться в десятки раз дольше чем трансформация конейтерского трансформация конейтерского рынка